Сейчас все боятся. Боится Европа, уверенная, что Россия собирается её захватить. Боится Украина, считающая Россию стопроцентным врагом. Боятся люди в России, потому что до ядерной войны, судя по разворачивающимся событиям, осталось немного. Боятся и американцы, понимая, что ядерная война не оставит никого в живых. А страх – это полезное чувство, пока оно не переходит в определённые границы. Когда мы зависим от страха, когда начинается паника, мы не можем адекватно оценить ситуацию и часто предпринимаем неправильные действия. Страх рождает ненависть. И это тоже не лучший советчик. Меня попросили высказать своё мнение, но перед тем, как отвечать, небольшое вступление. Как разобраться в ситуации? Каждый человек хочет понять, что происходит, к чему это ведёт, кто прав, кто виноват. И очень важно здесь правильная точка отсчёта, правильная система оценки. Когда человек разбирается в таких понятиях, как «хорошо» и «плохо», он ориентируется, он защищён. Поэтому очень важно понять и почувствовать правильную точку отсчёта. Она связана с главными ценностями и главной целью жизни. Так вот, священные книги – это и есть инструкция по выживанию. Это и есть изложение вселенских законов, законов развития души, несоблюдение которых ведёт к деградации смерти. И в священных книгах говорится о том, что человек, для которого главная ценность, его желудок, его желания, инстинкты, его жизнь, человек, утрачивающий внутреннее чувство единства, любви и нравственности, обречён, пример Содома Гамора. Утрата нравственности, понимания вселенских законов приводит к тому, что человек начинает всё оценивать с точки зрения куска хлеба, тела и уподобляется поросёнку, который ест всё, что ему дадут. Но человек не должен опускаться до такого уровня. Поэтому Всевышний уничтожает таких людей. Главная точка отсчёта – это душа и любовь к душе. Христос говорил, не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих душу. С точки зрения тела, если давать оценку событиям, происходящим на Украине, то точную оценку дать невозможно. Нет полной информации, информация противоречива. Каждый видит ситуацию по-своему. И попытка исходить из чисто физических событий обречена на непонимание, на страх, озлобление, панику. Главная точка отсчёта и система координат – это приоритет любви и души над всем остальным. Если мы исходим из того, что душа, любовь и нравственность – это главное, то мы не будем зависеть от куска хлеба. В этом суть христианства. Так вот, как с этой точки зрения можно оценить происходящее событие? Вопрос первый. Почему началась война Украины и России? С моей точки зрения, на внешнем уровне – это война Украины с Россией. А на более масштабном уровне, на более реальном – войны с Украиной нет. Есть война России и Соединённых Штатов Америки. Есть их конкуренция за выживание. А Украина – это разменная монета. Поскольку она является колонией Соединённых Штатов, то говорить о самостоятельности сложно. Такой колонией в значительной степени ещё недавно была Россия. Так вот, в чём суть конфликта Соединённых Штатов и России? Это гораздо важнее. Это лежит в основе происходящих событий. Соединённые Штаты живут в 8 раз лучше, чем должны реально жить. За счёт печатного станка доллара. Пока США печатают доллар, они будут всегда правы. Их всегда будут уважать. И вот это поклонение Мамоне, поклонение благополучию, деньгам, оно сказывается на психологии. И 30 триллионов долларов долга, госдолга – это уже неподъёмная ноша. Экономика Америки может войти в коллапс. И по оценкам специалистов осталось буквально полгода, год, несколько лет в лучшем случае. Единственный шанс выживания – это ликвидация, это подмять под себя весь мир и продолжать получать из него высасывая соки, таланты, деньги. Но для этого нужно устранить единственного и главного конкурента – Россию, которая в военном отношении не уступает Америке, даже превосходит её. Китай не сможет и неделю выстоять, и Соединенные Штаты это понимают. Многие не могут ответить на вопрос, да и пока в официальной прессе я не слышал ответа, почему Януковича сместили, хотя осталось несколько месяцев до прекращения его деятельности. Зачем было его смещать? С моей точки зрения всё достаточно просто. Соединенным Штатам нужен был Севастополь, всепогодный порт, потеряв который Россия была бы обречена на проигрыш и дальнейшую ликвидацию. Как сказал один генерал ЦРУ, русские не поддаются перекодированию. Их культурный код не воспринимает наше направление, их проще уничтожить. Но официальная власть не могла отменить принятый закон, соглашение об аренде Севастополя до 1945 года. А вот власть в результате пучи незаконной могла это сделать. Она это попыталась, вернее начала это делать. То есть проблема с Севастополем это активность Америки. Планы были простые, захватить Севастополь, затем максимально подвергнуть репрессиями русское население, чтобы люди покидали Украину. И соответственно усилить конфликт между Украиной и Россией в надежде, что Россия увязнет и проиграет политически и экономически. С этого пучей начинается история конфликта России и Украины. Одно незаконное действие рождает другое незаконное. Человек, нарушающий законы, становится агрессивным. И эта агрессия рано или поздно натыкается на встречную агрессию. Президент России сказал, что если в Харькове будут остановлены ракетные комплексы, подлетное время до Москвы 3 минуты. Это ситуация близкой к катастрофе и она грозит уничтожением России. Неоднократные просьбы и заявления затормозить этот процесс наталкивались на решительный отказ. Израиль бомбит объекты в Иране, потому что считает, что они могут угрожать ему. Америка бомбит Ирак и другие страны, потому что считает, что эти страны ущемляют ее интересы. Россия должна защищаться, чтобы выжить. И если она не будет защищаться, то это смертный приговор. Поэтому логика России вполне понятна. Дело здесь не в Украине, а в том, что НАТО, за которой стоит Америка, хотят подвести максимально вооруженные силы, ну как это было в Донецке, максимально к границам, а потом, когда будет переизбыток этих сил, начать решительную, немедленную массовую бомбардировку и уничтожение России. Все хотят выживать. Правда у каждого своя, а истина одна. Истина заключается в любви, в единении, в сотрудничестве, а не в уничтожении оппонента. Но конфликтовать мы не научились. Я подумал о том, что все американские фильмы и мультфильмы идут по одной схеме. Полное, тотальное уничтожение оппонента. Если Россия принимала новые территории, новые народы, свой состав, то Америка начала с уничтожения индейцев, и эта тенденция у нее продолжается. И вот этот конфликт России, который пытается следовать христианским заповедям, и Америки, которые отходят от этих заповедей, все дальше. Это и есть главная война, главный конфликт современности. К сожалению, и Европа, и Америка вместе с христианством уходят от веры в Бога, а значит, от соблюдения заповедей, а значит, от нравственности. И тогда вполне логичной становится педерастия, гомосексуализм, педофилия, ложь, воровство, грабеж и убийство. Одно влечет за собой другое. В Библии сказано, тот, кто нарушает одну заповедь, нарушает все. Уход от веры и нравственности – это катастрофа, которая все ближе подходит к нашей цивилизации. Это законы Вселенной, и их не изменить. Как сказал Шопенгайер, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Общество, государство, цивилизация, убившая культуру, нежизнеспособна. И это не только Библия, это объективные факты, которые есть у человечества. Поэтому главная война сейчас идет в наших душах и наших головах. Что важнее – кусок хлеба, деньги и благополучие, или любовь, душа и нравственность. И кто здесь прав, попробуйте разобраться сами. Продолжение следует...